Привет, маленькие друзья, а также их родители! В нашей передаче самые любознательные мальчишки и девчонки отвечают на вопросы, которые интересны даже взрослым. Что из этого вышло? Смотрите прямо сейчас. Давайте узнавать правильные ответы и учиться вместе! Почему березы белые? Потому что ствол у нее белый и черные полоски, как у зебры. Ну, потому что она должна природа так сделать, чтобы она отличалась. Потому что береза тем-то за какое-то дерево должно отличаться. Потому что это другие дерева, не бележи. Могут попасться бележи, могут попасться не бележи. Потому что, ну, ее покрасили. Потому что оно смесывается цвет другим. И получается такой вот березовый. Ну, думаю, потому что они называются береза, и поэтому они белые. Ну, вот, допустим, муравьи, если нарисовать белым цветом стенку, ну, квадрат, то сестра мне рассказывала, что они не смогут выбраться. Береза вся белая, и поэтому на ней не ползают муравьи. Я так думаю. Ради красоты. Ну, это его снизу там красят белыми. Время строя, на котором стоит. Называют его береза. Ну, может, потому что береза... У нее такой свет, чтобы чем-то отличаться, чтобы там... Ну, чтобы защита была, короче. Потому что там можно шок добывать. Ну, потому что белый, яркий такой бывает. И все удивляются, что это новый, какой-то цвет белый. Такой вот. Они же не могут посмотреть на плакат, что они белые. И вот дерево белое. Чтобы было красивое. Березовый сок, он тоже белый. И он туда попадает, и она становится белой. Все деревья вырастают на них. Всякие ягоды там. Еще они иногда вырастают. Если посадить разные деревья, то будут и фрукты вырастать там. Ну, овощи не могут вырастать на дереве. Ну, потому что из нее вырастает яблоня. Береза – обладательница редкого пигмента белого цвета под названием бетулин. Чем больше его содержится в коре дерева, тем светлее оно выглядит. Пока до конца не ясно, зачем бетулин березам. У него немало интересных функций, в том числе фунгицидная, для защиты коры от грибков. А белый цвет березы получают в качестве бесплатного приложения. К другим интересным особенностям бетулина относится его способность запускать апоптос клеток некоторых типов опухолей, уменьшать размер атеросклеротических бляшек, а также способствовать уменьшению веса у людей с ожирением. Исследованием свойств бетулина, полезных для медицины, посвящены сотни научных работ. Так что белый цвет берез – это не единственное интересное следствие попыток этих деревьев защититься от грибковых инфекций. Почему черепахи долго живут? Ну, потому что им ничего не угрожает, потому что при случае опасности они могут спрятаться в свой панцирь. Им удается это жить, потому что черепахи такие же, кажется, такие маленькие, кажется, что мало лет будут жить. На самом деле они такие, они очень много лет живут. У нее четыре лапки, и она их прячет в голову. Потому что, наверное, у них есть панцирь, вот. И могут спрятаться в панцирь, и будет это как будто как лакушка. Они в воде, и откладывают свои яйца там. Панцирь у нее может быть холодный, а сама она может быть теплая. Потому что они мудрые. Потому что им надо рождать детей. Потому что они же такие маленькие, а мы большие. И они прячутся, потому что они нас боятся. А если мы их возьмем куда-нибудь, отнесем, и хотим их покормить, то они вылезут. Потому что узнают, что мы их не будем пугать. Потому что у них панцирь, они могут жить где угодно. И если, например, пойдет дождь, не надо бежать к своему дому, а просто спрятаться в панцирь. И дикие звери не могут съесть их панцирь. Я думаю, что это все из-за панциря. Панцирь им помогает, например, акула их хочет съесть, но панцирь защищает, например. Или чтобы, например, люди не заметили где-нибудь. Может, испугаются. У нас, кстати, дома тоже есть черепахи две. Потому что они могут спать вечно. У черепахи есть панцирь. Я сделаю настоящую черепаху, только водную. Еще они прятаются в панцирь. Она была зеленой и медленной. Потому что так использовала природа. Зеленые панцири. Медленные панцири. И золототой сейчас говорит, и черненькие глазки. А вот и не нужен. Чепахи за ним умеют разговаривать. Жизнь поддерживается химическими реакциями. Чтобы существо оставалось живым, химические вещества в нем постоянно должны превращаться друг в друга. Или, как еще говорят, обмениваться. Скорость обмена веществ напрямую связана с тем, насколько активным может быть животное, сколько пищи ему нужно употреблять, сколько ему нужно спать и сколько оно проживет. Черепахи – холоднокровные животные и живут довольно долго. Жизнь у холоднокровных животных замедлена по сравнению с теплокровными. Холоднокровные не тратят ресурсов на поддержание постоянно высокой температуры тела, а значит и высокой скорости обмена. Если ящерица погреется на солнце, она будет активнее. А если нет, ей придется немного замедлиться. Но в среднем скорость обмена веществ у холоднокровных животных всегда ниже, чем у теплокровных. Потому что и солнечно бывает не всегда, и нагреться на солнце до таких температур тела, как у млекопитающих или птиц, обычно нелегко. Поэтому жизнь холоднокровных животных замедленнее, чем у теплокровных. А большие черепахи, жители Галапагосских островов, совмещают замедленность обмена крупных и холоднокровных животных. Такое удачное сочетание позволило им поставить рекорд среди позвоночных животных – 177 лет жизни. Но завидовать им не стоит. Скорость метаболизма связана с ощущением субъективного времени. Чем она выше, тем медленнее восприятие животного, меняется мир вокруг. Рубрика «Четвертый лишний». Какое из четырех слов лишнее, почему? Птица, пчела, самолет, бабочка. Самолет. Потому что все остальное – это была природа, а самолет, его сделали, его люди сделали. Самолет. Самолет, потому что самолет – это не живое. А там были животные, бабочка там, пчела там была. А самолет – это из-за железа там. Самолет, конечно. Потому что это все насекомые. А самолет – это же не насекомые. Самолет. Потому что он… У него есть сзади пола пелель, а у других животных нету. Самолет. Потому что он летает выше, чем бабочка, а еще кто-то и еще. Так что он лишний. Самолет – это десантный. Потому что он летает по небу, он не ходит. Он летает просто. Самолет. Потому что то, что это насекомые, ну, то, что его назвали – это насекомые. А самолет, он летает, конечно, но он не насекомые. Редакция программы выражает особую благодарность руководству детского сада номер 26 и его директору Ольге Владимировне Крамор. Субтитры создавал DimaTorzok